Как безглютеновая диета может быть вредной? Всего лишь несколько лет назад почти весь научный мир утверждал, что глютен пшеницы может вызывать негативные эффекты только у людей с редкими заболеваниями, такими как глютеновая болезнь или аллергия на пшеницу. Но к началу 2013 года в целом стало общепризнанным, что некоторые пациенты, не страдающие целиакией, могут страдать от чувствительности к глютену или пшенице. Действительно, консенсусная группа экспертов теперь официально признает три состояния, связанных с глютеном – аллергию на пшеницу, целиакию и чувствительность к глютену. Какой процент населения должен избегать пшеницы? Примерно у одного из тысячи может быть аллергия на пшеницу, и почти у одного из ста может быть глютеновая болезнь. Похоже, что глютеновая болезнь растет, хотя вероятность того, что у американца будет диагностирована глютеновая болезнь в конкретный год, составляет менее одного из десяти тысяч. Наша наилучшая оценка чувствительности пшеницы находится в том же общем диапазоне, что и глютеновая – немного выше одного процента. Это все еще потенциально миллионы людей, которые, возможно, страдали в течение многих лет, которых можно было бы вылечить с помощью простых диетических средств, но которые не были признаны и не получили помощи со стороны медицинской профессии. Хотя чувствительность к глютену продолжает приобретать медицинское значение, мы до сих пор не знаем, как это работает. Мы не знаем, какое количество глютена можно переносить, обратимо оно или нет, и каковы могут быть долгосрочные осложнения при соблюдении безглютеновой диеты. Учитывая недостаток знаний, людям с чувствительностью к глютену следует каждый год возвращать глютен в свой рацион, чтобы увидеть, вызывает ли он по-прежнему проблемы. Причина, по которой медицинские работники не хотят видеть людей на безглютеновой диете без крайней необходимости, заключается в том, что для 98% людей, у которых нет проблем с глютеном, цельнозерновые, включая глютеновые зерна пшеницы, ячменя и ржи, являются полезными для здоровья, которые связаны со снижением риска ишемической болезни сердца, рака, диабета, ожирения и других хронических заболеваний. То, что у некоторых людей есть аллергия на арахис, не означает, что всем следует избегать арахиса. Нет никаких доказательств того, что соблюдение безглютеновой диеты имеет какие-либо существенные преимущества для населения в целом. Действительно, есть некоторые свидетельства того, что безглютеновая диета может отрицательно повлиять на здоровье кишечника у людей без целиакии, чувствительности к глютену или аллергии на пшеницу. Исследование, проведенное в Испании и освещенное в моем видео «Безглютеновые диеты», показало, что месяц безглютеновой диеты может повредить нашу кишечную флору и иммунную функцию, потенциально заставляя тех, кто сидит на безглютеновой диете, из-за чрезмерного роста вредных бактерий в их кишечнике. Почему? Поскольку те самые компоненты, с которыми люди чувствительные к пшенице испытывают проблемы, такие как FODMAP и фруктаны, могут действовать как пребиотики и питать наши полезные бактерии. Сам по себе глютен также может повысить иммунную функцию. Менее чем через неделю после добавления белка глютена субъекты испытывали значительное повышение активности естественных клеток киллеров, что, как можно было ожидать, улучшит способность нашего организма бороться с раком и вирусными инфекциями. Другое исследование показало, что хлеб с высоким содержанием глютена улучшает уровень триглицеридов лучше, чем обычный хлеб. По иронии судьбы, одной из самых серьезных угроз безглютеновой диеты может быть сам глютен. Самостоятельное назначение отмены глютена может подорвать нашу способность обнаруживать целиакию – гораздо более серьезную форму непереносимости глютена. Мы диагностируем целиакию, ища воспаление, вызванное глютеном, у больных глютеном. Но если они не ели много глютена, мы можем пропустить болезнь. Следовательно, вместо того, чтобы придерживаться безглютеновой диеты, мы хотим, чтобы подозреваемые в глютеновой болезни придерживались диеты с высоким содержанием глютена. Мы говорим о 4-6 ломтиках запеченного глютенового хлеба каждый день в течение как минимум месяца, чтобы точно диагностировать болезнь. Почему важно получить официальный диагноз, если вы уже сидите на безглютеновой диете? Что ж, это генетическое заболевание, так что вам нужно проверить семью. Но что наиболее важно, многие люди, соблюдающие безглютеновой диеты, на самом деле не придерживаются безглютеновых диет. Даже 20 частей на миллион могут быть токсичными для людей, страдающих целиакией. Многие люди, соблюдающие безглютеновые диеты, случайно едят глютен. Иногда продукты, не содержащие глютен, оказываются загрязненными. Таким образом, даже продукты с пометкой «безглютена» могут быть небезопасны для больных глютеновой болезнью. Ирония в том, что многие пациенты с глютеновой болезнью не знают своего диагноза, в то время как миллионы людей, не страдающих глютеном, исключают глютены своей жизни. Может рассматриваться как фарс общественного здравоохранения. Субтитры создавал DimaTorzok